Девушки отдыхают Девушки отдыхают Есть два контейнера на высших хищников, в которых вы еще одну, теоретически, десятку можете себе получить, но скорее всего заберете какие-то бустеры, сертификаты на свободку, но и в лучшем случае внешний вид легендарный для какой-то из тачек. Плюс к тому, есть у нас здесь 500 голды, причем один раз. Меня это очень сильно удивило, что полмиллиона положили не два, не три раза, а всего лишь раз и три раза по 2750. Кстати, вот эти вот 2750 свободного опыта тянут на себя самый большой процент по выпадению, целых 47%, то есть с вероятностью 50% вы первыми прокрутами будете забирать себе именно свободный опыт. Дальше все разбросано по процентам в целом неудивительно, как обычно, но и в отношении сертификата на высшие хищники 0,07%. Короче, шанс практически нереальный забрать до последнего прокрута. Хотя я больше чем уверен, что найдется тройка другая счастливчиков, которые себе все-таки сертификат заберут где-то до середины рулетки. Крутить буду у себя на твинке по одной простой причине, потому что если бы я крутил на основном аккаунте, то там для меня эта рулетка была бы максимально невыгодной. Дело в том, что из всех вот этих танков, которые есть в сертификате, ну либо в контейнере, у меня в коллекции не хватает только двух машин. ВЗ-111-5А, который я готов взять по самой бросовой цене, потому что я считаю, что это самая худшая десятка, какая только есть из коллекционок на, соответственно, 10 уровне. И не хватает КПЗ-50Т. Машина классная, машина интересная, но шанс выпадения именно этих машин составляет 5% с копеечкой. Того получается шанс достать нужные мне машины крайне маленький, ну а в отношении того, что я получу что-то другое, то компенсация всего лишь 7,5 тысячи. Понятное дело, что вложенная голда потенциально будет по сумме гораздо больше, нежели стоимость той десятки, которую я получу, а точнее той компенсации, которую я получу за повторением. Поэтому буду крутить на твинке. На всю рулетку мне здесь не хватает, но мало ли, вдруг сейчас повезет и где-то до середины рулетки я что-то все-таки получу. Первый прокрут 50 голды, я больше чем уверен, принесет мне 2750 свободного опыта. И меня это абсолютно не удивит, а вот то, что выпадает мистический контейнер, на которого шансы куда меньше, это действительно удивляет. Ну, давай мне, давай мистический сертификат. Нет, 100 голды. Слушайте, я в плюсе, я в плюсе на 100%, ребят. 50 потратил, сотню забрал. Все, можно останавливаться, дальше не идем. Ну, да ладно, шучу я. Поехали, крутим. 100 золота. Но, давай, родимая, удиви меня еще раз. И еще раз меня удивляет контейнер, собери их все. Не помню, честно говоря, сколько у меня талисманов на этом аккаунте, но на косарь не хватит. И по талисманам у меня, ну, как вы видите, еще целых 6 талисманов надо, поэтому рассчитывать на то, что я соберу косарь из контейнеров, не приходится. 200 голды. Но, 200 голды. 200 голды мне дают что? Что мне дают 200 голды? 200 голды дают мне, наконец-то, ожидаемое мною 2750 свободки. 330 золотом. Но. Но. Ну, давай. Мистический, мистический. Ну, сыпани, сыпани, давай, удиви. Нет, не удивляет. Талисманов. У меня всего 4 из 15. Тоже не вариант. Короче говоря, если у вас в загашнике в хранилище нет большого количества талисманов на всякого рода контейнеры, то еще менее выгодна для вас данная рулетка. Ну, по крайней мере, если из этих контейнеров вам ничего не выпадет из ценного, я имею в виду, не достанете себе какую-нибудь тачку или дофигища золота. Так, ну, что здесь у нас? 100 голды, 15 тысяч свободки и талисманчик. Вау, вау, вау. Еще необходимо 4 талисмана. Опять-таки, шансы, шансы забрать, ну, крайне маленькие, а точнее нереальные. Потому что 3 здесь будет и 1, ну, 2 здесь и 1 тут. Того 3, а мне надо 4. Короче, лажа со всеми контейнерами. Вообще интересно, честно говоря, в отношении контейнера на десятку. Если откроется он и... Вот он, вот он и... И что из него будет? Два контейнера. Открываем. Открываем, ребяточки. Но, давай, подними настроение. Еееееееей, ура, ха-ха-ха. Все, у меня появилось желание крутить на основном аккаунте. Сразу, сразу. А, блин. Ё-моё! Ой! Старость, не радость. Блин, как я обрадовался и как сразу стало грустно. Ребят, это всего лишь талисман, коих надо целых 30 для того, чтобы забрать сертификат. Ну всё. Всё, и сразу, понимаете, сразу отпало желание крутить на основе. И вот такое вот переменчивое у меня настроение. Буквально за 2 секунды всё сразу меняется. Капец, блин! А я уже так слюну пустил жирно. Пишите в комментариях, кто тоже повёлся. Ё-моё! 700 золота! Да что ж такое-то, а? Я так обрадовался! Я сидел, смотрел на вот этот центр, и он прям светился у меня в глазах, как баксы. Но в итоге ничего не получилось. Какая досада! Какая досада, блин! Ну слушайте, 2 контейнера открыл. И, честно говоря, из этих контейнеров на десятку ценного ничего по факту-то и не выпало. Ну, не считая на пару секунд хорошего настроения. Бляха-муха! Ой-ой-ой-ой! Старею, ребят! Старею! Старею! Надо пить какой-то амолодитин! Какой ужас! Какой ужас! И, честно говоря, крутить дальше рулетку вообще желания никакого нет. Всё пропало! Всё упало ниже плинтуса! Тысяча золота! Давай! Давай! Покажи мне! Покажи мне класс! Так, ладно! Хорошо! Бог с ним! Я обиделся! Я обиделся! Какой кошмар! Когда уже разработчики сделают так, чтобы из контейнера, когда годного ничего не выпадает, там просто было написано. Прости, брат, не повезло! Или что-нибудь более интересное. 1290. Ну давай! Давай мне! Хвалёный аватар, анимированный с зимним сапожком новогодним, который вообще никакого отношения не имеет к тематике рулетки и к тому, что в игре сейчас происходит. Странный! Странный выбор! Такое количество аватаров, в том числе анимированных, а в итоге новогодний сапожок. Ну, такое себе, прямо скажем. Собери их все! Соберу или нет? Блин, забрал! Ладно, потом откроем! Не суть важно! Крутим! Ну, родимая! Да, гадина ты! Гадина! Гадина натуральная! Ребят, получается, потратил сейчас, грубо говоря, 12 тысяч. 12 тысяч золота ушло как с куста. И, честно говоря, за эти 12 тысяч нифига! Просто нифига! Просто пусто! Талисма... О-хо-хо-хо! Услышали меня, да, разработчики? Услышали? Т-22СР! Ну, в любом случае, своих 15-17 он стоит однозначно! О-хо-хо! Ладно! Хорошо, окей, забираем! Не помню, честно говоря, у меня на этом аккаунте Т-22СР есть в ангаре, или я его благополучно продал за ненадобностью. Собираю дальше талисманы. Ну, слушайте, свою десятку из этого контейнера я забрал! И, как вы видите, по моей копилочке голдовой, у меня Т-22СР не было. Ладненько, сейчас на секунду зайдем в хранилище, если это займет действительно секунду, и обязательно сейчас откроем контейнер, который я случайно пропустил. Почему-то не сработало, когда я нажимал на открытие, ну и благополучно закрыл его. Дай еще что-нибудь! Дай! Нет, не дает. Ну, блин, давайте будем говорить откровенно. За 12 тысяч Т-22СР вполне себе нормально. Ну, мне он здесь не нужен, на этом аккаунте. Да и, в принципе, на основе он у меня есть. Но, в целом, по математике получается вполне нормально. То есть, за 12 косых взять десятку, еще и вполне себе годную, интересную. Я считаю, что, в целом, я уже явно окупился, если бы Т-22СР у меня в прямом смысле слова не было. Не просто здесь, на аккаунте, а вот вообще. Вот так вот! Вот так вот, ребят! Наконец-то! Наконец-то вторая рулетка, если я правильно помню, в истории канала, в которой главная награда мне выпадает не на последнем прокруте. Понятное дело, что дальше я крутить не буду. Что получаю? Что получаю? Вот так вот! Гадство! Гадство! КПЗ-50 тонн выпадает у меня на твинковом аккаунте. Почему говорю так? Потому что хочу его на основу, там его нет. А здесь он мне, в принципе, что вашим, что нашим. Ну, все. Дальше вообще никакого смысла крутить нет. За КПЗ-50Т, который у меня был в ангаре, я получаю компенсацию. Итого, в моей копилке 11800. Стартовали с 20 тысяч с копейками. Ну, то есть, получается, грубо говоря, там за 10 тысяч, даже меньше 10 тысяч, я забрал себе из этой рулетки Т-22СР. Хвастайтесь своими результатами в отношении прокрута данной рулетки. И, друзья мои, давайте сразу обозначим, я не рекомендую никому крутить рулетки. Я рекомендую вам заходить в магазин и покупать машины, которые вы хотите, по нормальному зафиксированному ценнику. И вы точно знаете, что появится в ваших ангарах. То же самое касается и контейнеров. Для меня данная рулетка оказалась, в принципе, успешной. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Вечером жду всех на прямой трансляции. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok